Букважаемые коллеги, 2022 год это год 190-летия со дня рождения Сергея Петровича Боткина. И доклад наш, так сказать, действительно современный, он будет, но его предваряет вклад династии Боткиных в военную, военно-морскую, отечественную медицину. Вот как бы получается Сергей Петрович Боткин... Владимир Владимирович, вам надо ставить инвекарно. Что? Надо инвекарно ставить? Иначе вас не будет видно. А, ну хорошо, ладно. Значит, видите, Сергей Петрович Боткин, он здесь в форме генерал-полковника. Два его сына, это два генерал-майора. И младший сын, он, хотя и врач, он контр-адмирал. То есть вот такая вот судьба наших замечательных... Да, что-то... Что-то я не понимаю. Техника в руках бикаря. Ах, вот это, да, понятно. Ну, Сергей Петрович Боткин, понятно, вот он, купеческий сын, который купцы, миллионщики, торговали чаем. Но, тем не менее, семья была 22 человека, вот, как бы у его отца, вот, Петра Конновича. И много было, были и врачи, были и художники, были и писатели и так далее. Он, конечно, хотел поступить в университет на математический факультет. Но тогда приемов не было. Вот, и он поступил на факультет медицинский. Но потом диагнозы ставил с математической точностью. И все его дети закончили физико-математический факультет, прежде чем поступить в медико-хирургическую академию на третий курс. Как высоко ценилось наше военно-медицинское образование. Ну, конечно, видите, он уже в 1955 году добровольцем попал на Крымскую войну и участвовал там вместе с Пироговым. Ну, в 1860 году он засчитал диссертацию на тему, здесь представленную, и стал адюнг-профессором. Но через год он стал уже ординарным профессором этой вот факультетской терапевтической клиники медико-хирургической академии. Впервые в России создал при клинике лабораторию общеклиническую, биохимическую, бактериологическую, физиологическую. В физиологической лаборатории в течение многих лет завезал Иван Петрович Павлов, который также закончил Санкт-Петербургский университет и с детского кандидата пришел на третий курс в медико-хирургической академии. И уже был выпустен как лекарь с отличием. Так что вот такая судьба. Ну, конечно, он участвовал, видите, на Крымской войне вместе с Пироговым и на Русско-Японской войне. Здесь он уже, видите, генерал. Вот, и как бы он, в принципе, он лейб-медик. Он мог только обеспечивать императора, который был на войне, и ставку Верховного Гоума команды. А он ездил по всем госпиталям и говорил, я приехал к вам не как генерал от медицины, а как более опытный доктор, чтобы вам помочь. И помогал. Конечно, особое внимание придавал изучению заболеваемости во время войны, вопросам противопадемической службы, перед излокацией госпиталей, эвакуации больных и раненых воинов и подготовке военных врачей. Пишет о важнейшем значении профилактики и лечения внутренних болезней в войсках. Во всех войсках смертность от внутренних болезней преобладает. Только в военное время хирургические больные увеличиваются. Но и тут, появляющиеся от скучивания людей, различные эпидемические формы опустошают ряды солдат гораздо сильнее, чем в неприятельские выстрелы. Предупредить развитие болезни уменьшить число заболевших будет еще важнее, чем вылечить запоравшего. Чтобы выполнить добросовестную задачу, представляющуюся военному врачу, необходимо самое основательное знание медицинских наук. И вот только большой запас сведений позволит действовать удачно при всех неудобствах, возникающих в военной жизни. Действительно, военный врач должен быть знаком с хирургией и с внутренними болезнями. Во время Крымской войны Сергей Петрович Боткин был ординатором хирургического отделения под руководством Николаевича Пирогова. Именно тогда у него зародилась идея новой дисциплины военно-полевой терапии. Поначалу он работал как хирург, но потом в связи с проблемой со зрением он стал выхаживать больных и оказывать помощь хирургам в последующем ведении этих больных. И он вместе с Пироговым разделял мнение о первенствующей роли администрации, военно-медицинской администрации, в деле помощи раненым и больным. То есть люди должны знать, что они организуют, организаторы военной медицины. Многокранная деятельность Боткина оказала огромное влияние на развитие отечественной военной медицины в целом, и в особенности на оказание терапевтической помощи больным и раненым на театре военных действий. Идеи Сергея Петровича явились основополагающими для доктрины военно-полевой терапии, которая стала быстро складываться с конца 30-х годов XX века. И особенно себя проявила в годы Великой Отечественной войны. А вот видите, здесь вот клиника Сергея Петровича Боткина. Здесь написано, видите, здесь написано, работал выдающийся русский ученый в области медицины Сергей Петрович Боткин. Не интернист, не клиницист, выдающийся русский ученый в области медицины. Ну и вот, уважаемые коллеги, видите, связь времен. Как говорил Пирогов, если кто и научил меня медицине и патологии, так это Мудров. Кстати, Мудров тоже военный врач. Значит, Пирогов, понятно, военный врач, звание генерал-лейтенанта. Боткин генерал-полковник. Значит, его ученик Яновский генерал-майор. Георгий Фёдорович Ланг был ученик Яновского. Александр Ильич Месляков был ученик Ланга. И Фёдорович Комаров был ученик Меслякова. Месляков говорил, Плетнёв сделал из меня клинициста, а Ланг учёного. Видите, пожалуйста, связь Москвы и Ленинграда. Ну и вот, видите, как бы, вот мы отметили 100 лет журнала клинической медицины. Сейчас уже, видите, нам 103 год идёт. А на самом деле всё это было сделано времена Боткина. Вот архив клиники внутренних болезней. Если посчитать с того момента, это предтеча журнала клинической медицины. Конечно, нам было бы уже 150 лет. Сейчас журнал вернулся и ВАК, и Вилейберы, и вот Ринц, даже во все виды скопуса. Правда, сейчас он запрещён, но, во всяком случае, это так. Вот так начиналось в 2020 году. Вот, кстати, когда я сюда пришёл, вот, мне предложил Андрей Иванович выступить на обществе, Воробьёх. Какая ваша тема? Я говорю, клинические маски инфекционной эндокардии. Говорит, надо же, а мы думаем, что у нас тут ишемическая болезнь. Потом я это опубликовал, вот, 30 лет назад в журнале клинической медицины. Практически на такой же папиросной бумаге, как в 2020 году. Так что, видите, всё-таки время как-то у нас идёт вперёд. Ну и, конечно, Боткина не было, его ввёл Вадим Хринотович Василенко, который был 20 лет главным редактором журнала клинической медицины. Ну вот, видите, говорят, если были у него, у него очень много учеников, 40 его учеников стали профессорами, по 12 медицинских специальностей. Ну, лучшими учениками его были его сыновья. Это вот Сергей Сергеевич Боткин, действительный статский советник, доктор медицины, профессор. Тоже, видите, окончил курс естественного отделения физико-матевтического флотетса в Санкт-Петербургском университете. Курс со степенью кандидата и пришёл на третий курс в Великой хирургической академии. Закончил, видите, первым по успеху. Таша защита докторской диссертации, влияние солей, цезия на сердце. Никто же не знал, что цезия радиоактивна. Он умер от лучевой болезни в 42-е годы, от провиздения мозга. Тоже такая судьба. Но, тем не менее, видите, он, конечно, истражировался за границей и так далее. Видите, но, тем не менее, казалось бы, дети генерала, генерала-полковника, старший ординатор городской больницы памяти Сергея Петровича Боткина. Потом начальник созданной кафедры общего учения заразных болезней, инфекционных болезней. И, в общем, потом, видите, он стал начальником кафедры, которую возглавлял в свое время Сергей Петрович. Вот. И, тем не менее, единственный из всей академии военно-медицинской добровольцем пошел на русско-японскую войну в качестве уполномоченного Красного Креста. Потом он стал лейтмедиком императорской семьи. Кстати, первым лейтмедиком стал, естественно, вот, Сергей Петрович, потом вот его сыновья, последовательно Сергей Сергеевич. Смотрите, какие у него ученики. Ну, все знают Земницкого. А Ринкина Михайловича знают меньше. Но это основоположно к мировой гематологии. Он впервые в 1927 году предложил стернальную пункцию. Ее осуществил. И сейчас мы прекрасно этим пользуемся. Вот. Вот Кин Евгений Сергеевич. Тоже, видите, после окончания гимназии поступил на физико-математический факультет. Потом успешно закончил академию. И, тем не менее, все равно врач больницы для бедных. Конечно, был командирован за границу. Занимался у ведущих европейских ученых. Вот. Защитил диссертацию к вопросу о влиянии альбомоса и пептонов на некоторые функции животного организма. Официальным оппонентом в защите был Иван Петрович Павлов. Конечно, диссертация была подчинена отцу. А дворевец в клинической практике занимался научным поиском. Основными направляющими которыми были вопросы иммунологии, сущности процесса лейкоцитоза, лейколиза. Вот мы всегда говорили. Клетки Боткина-Гумплихта. И не знали, какого Боткина. То ли Сергея Петровича, то ли Сергея Сергеевича. Нет. Это открыл Евгений Сергеевич Боткин. Русско-японская война. Куб был добровольцем. Был назначен заведующим медицинской частью Российского общества Красного Креста. Видите, вроде Красного Креста, но все носят военную форму. За отличие в делах против японцев был награжден орденами Святого Владимира, 4-й и 3-й степени с мечами. То есть, участие в боевых действиях. Вот, возвратился, пожалуйста, возвратился, видите, в Петербург и приступил к преподавательской работе. И издал книгу. Вот она вот так выглядит, эта книга. Она сейчас переиздана и на сретенке продается в магазине. Видите, свет и тени русско-японской войны. Когда императрица прочитала эту книгу, она была умная женщина, Александр Анатольевич. Она сказала, вот кто будет лечить нашего Алёву. Насчет того, что его лечил Распутин, это миф, конечно. Лечил Боткин, доктор Боткин. Вот. И мальчик, видите, чувствовался нормально, в общем-то. Но, к сожалению, видите, получилось как получилось. Видите, с 1908 года по 1917 он лейб-медик семьи последнего российского императора Николая II. Значит, ссылка в Тобольск с царской семьёй. Вот. В Екатеринбурге, размещенный в доме инженера Ипатьева. Он единственный из всех, кто шёл на расстрел, знал. Ему сказали, профессор, ну, мы вам можем предоставить любую клинику. В Петрограде, в Москве. Уходите. Вы понимаете, что судьба Романова, скорее всего, будет печальнее. Говорит, нет, мой долг, врачая дворянина, не позволяет мне бросить моего императора и больных детей. Вот такая вот ситуация. Был расстрелян. Значит, в период расстрела закрыл собой царевича Алексея своим телом. И вот, пожалуйста, причислен русской православной церкви, вы видите, когда-нибудь видели генерала-майора на иконе. Даже Александр Невский у нас, как бы, великий воитель, в другом виде. А вот так вот, вот такая икона. Вот. Генерал-майора Боткина Евгений Сергеевич. Ну, вот, младший сын Боткина, Александр Сергеевич, также закончил императорскую медицинскую академию, занесение на мраморную доску, доктор медицины. Потом был, как бы, в морском ведомстве, любил море, был младшим судовым врачом на кресте Рында. Мичман по экзамену, вахтенный начальник, лейтенант. В общем, дослужился он до звания, в царское время до звания, до звания капитана первого ранга, а потом был представлен к званию контр-адмирала. Видите, как бы, он помощник начальника гидрографической экспедиции Северного Ледового океана, Белькицкого. Вот. Белькицкий был полковник, а он был лейтенант. Но он был лейтенант, как бы, был помощником, но в то же время он был и исполняющий обязанности старшего врача на этой экспедиции. И так во всех экспедициях он был и строевой офицер, и военный медик. Вот. Потом выпустил книгу, материал по изучению Овской губы Ленисейского залива. Белькицкий назвал его именем «Мыс». Но потом вся беда Боткина в том, что его помощником был Мичман Колчак. Когда смотришь, думаешь, кто больше сделал для, так сказать, полярных исследований? Лейтенант Боткин или Мичман Колчак? А потом Колчак, как-то стал верховным правителем, никогда этого не простил. И Боткин был закрыт. Кроме того, Колчак присвоил ещё его научные материалы. Но, тем не менее, он, значит, находился в минных артиллерийских отрядах, и доктор стал строить подводные лодки. Самые разные. И вот получилось, что в годы русско-японской войны была полуподводная лодка, затем опытная подводная эксплуатация подводной лодки Чили в Бодовостоке. А дальше лодки использовали его, для минирования Балтийского моря во время Первой мировой войны. Мне, как ленинградцу, было непонятно, почему немцы ни в 14-м, ни в 15-м, ни в 16-м году. Даже не приблизились к Петербургу, Петрограду. Потому что не могли войти. Потому что лодки Боткина минировали входы. А кроме того была крепость императора Петра Великого. Корабли стреляли по суше, а крепостью стреляли по морю. Но тем не менее он забыт. Хотя сделал очень много, видите, и был в главном морском штабе, совершал путешествия по всему миру. И следователь Сибири, капитан первого ранга в 17-м году, получил особого комитета по усилению военного флота на добровольные пожертвования. Ну, конечно, участник Белого движения во время Гражданской войны представлял белое правительство в Париже и Риме. Поэтому у нас о нем данных нет. К сожалению. Ну, в последнее время, вот за 30 лет удалось как-то доказать нашим... Нет, он не врач. Как не врач? Сейчас он всегда был врачом, закончив императорскую военно-медицинскую академию. Ну и вот, как бы, вот высочайший утвержденный герб и девиз рода Боткина. В червенном щите две косвенно накрест положенные грамоты с золотыми печатями. В серебряном голове щита три червленок чайных листка. С чая началось благоденствие семьи Боткина. Но прадед Боткина был фактически трепостной крестьянин. А уже Сергей Петрович Боткин был полный генерал и женат был на Рюриковне, на княжне Аболенской, вторым братом. Говорят, не было социального лифта в Российской империи. Еще какой был. Вот. Ну и самое главное, какой девиз? Верую, верностью и трудом. Конечно, такие люди не могли изменить присяги. Ну и вот, уважаемые коллеги, это было в прошлое время. Война была достаточно благородная. Вот. Мы записали книгу «Военные врачи армии и флота. Россия в русско-японской войне». И вот тут, как бы, я привожу трех добровольцев, которые добровольно пошли. Вот. Хотя могли бы и не пойти. Вот. Во всяком случае, из всех начальников кафедра пошел только один Сергей Сергеевич добровольно. Ну и, естественно, его братья пошли также тоже добровольно. Вот. Это большое дело. Сейчас, одну секундочку. Вот, уважаемые коллеги, видите, вот здесь как бы представлено вот здесь вот людей несколько человек. Это Сергей Сергеевич, он возглавлял фактически всю медицинскую службу вот во время русско-японской войны. Дальше вот брат его здесь представлен Евгений Сергеевич. Вот. И третий брат Александр Сергеевич. Они все участвовали вот в русско-японской войне. Ну и мне хотелось бы эту книгу прочитать председателю нашего общества. Вот. Спасибо большое. Ну, уважаемые коллеги, вот современная ситуация, химическая травма в современных условиях. Видите, как бы. Кстати, дает определенные химические травмы член-корреспонденты МНССР профессор Геннадий Сергеевич Гимбицкий, генерал-лейтенант медицинской службы, главный тропед нашей советской армии. Вот. Кстати, он вот здесь 30 лет назад впервые ввел вот эти наши боткинские чтения. Что такое химическая травма? Правомерен ли этот термин? Дело не только в литературной законности. Понятие травмы вошло в медицину как синомер раны, повреждения, что ассоциируется с возникновением морфологических нарушений и последующих общепатологических реакций обусловленных внешним насильственным воздействием. Конечно, острая химическая травма это функциональные органические нарушения, непредвиденно возникающие при однократном поступлении токсических веществ в организм. Особенность любой травмы является непредсказуемость и угроза поражения значительного числа людей. Вот, пожалуйста, мы говорим современное. Это 2005 год. Поражение кожи капельно-жидким, сернистым и плитом. Уже давно запрещено. Все запрещено, но, пожалуйста, запрещено. Значит, что у нас в России? До 100 тысяч человек ежегодно погибает в быту и на производстве от химической травмы. Удельный вес поражения агрессивными жидкостями до почти 14%. Значит, летальность при прижигающем ревекс 17%, а в некоторых регионах до 45%. Причины усиления химической опасности в современном этапе. Существенный рост потенциала химической промышленности. Количество химических веществ составляет около 100 миллионов. Из них более 600 тысяч соединений являются высоко токсичными веществами. Только хлора в мире производят более 20 миллионов тонн в год. Кройко использованы накопления ВВТ на промышленных предприятиях, активизация террористических проявлений, наличие химического оружия. Посмотрите, какая структура причинного строкотравления у нас? Это алкоголь и суррогаты свыше 40%. Лекарственные препараты почти 30%. Наркотические вещества 8%. А вот видите, вот я говорю про хлор. Вот пожалуйста, первая, Первую мировую войну атака с применением отравляющего газа хлора. сделал это Фриц Габер выдающийся немецкий ученый. Судьба такая, они вместе с женой были химиками, занимались занимались они в первую очередь, конечно, азотными удобрениями. Поэтому в 18-м году вместо того, чтобы его судить как военного преступника, ему дали Нобелевскую премию за то, что он спас мир от голода. С одной стороны, он говорил, какая разница, пуля убивает, снаряд или бомба, или вот эти вещества. Но тем не менее, для его жены была большая разница, она застрелилась. А он еще изобрел и циклон Б. Так вот, его потомки были уничтожены Гитлером в Казахгерях именно циклоном Б. Конечно, Фриц Габер был еврей, но у Казера не было никого. И Кармарс тоже был как бы еврей, но они были все немцы, тем более крещеные и все прочее. Немцы, а вот у Гитлера было по-другому. Ну, говорят, так сказать, каждому воздается по делам его. А вот это, видите, наши солдаты при газовой атаке погибшей. У нас 65 тысяч погибло, а сколько было отравлено? Тысячи человек которые потом страдали тяжелыми формами обструктивного бронхита, бронхиальной астмы. Один из них это наш знаменитый писатель Михаил Михайлов Зощин и другие. Конечно, после этого началось становление военной токсикологии. Конечно, военной медицинской академии этим занимались такие профессор, как Хлопин, Глуботский, Виноградов, Олжинский и особенно Николай Николаевич Савицкий. Видите, Николай Николаевич Савицкий, он описал клинику патогенез поражений хлором, фазгеном и притом, предложил клиническую классификацию ядовитых веществ, разработал, обосновался на этом принципе оказанием медицинской помощи. Потом стал и академиком МВССР и урядом Сталинской премии, генерал-майором медицинской службы. У нас он, когда я учился в академии, он был начальником кафедры пропедевтики. Он всегда ставил только отличные оценки. Но одного слушателя спросил, скажите, пожалуйста, какие осложнения инфаркта миокарда? Тот говорит, паракардит. Извините, я никогда не ставил пара, вам поставлю пару. Так что вот так. И тем не менее, был выдающийся наш ученый. Кстати, был оппонентом по диссертации Голикова Алексея Петровича. Значит, видите, а вот Николай Васильевич Саватеев, начальный кафедры военной тексологии и медицинской защиты, он уже занимался, изучал механизм токсического действия второрганических соединений. Осуществлялось изыскание средств антидотной терапии при поражениях этими веществами. Я на них чуть ниже остановлюсь. Ну и вот как бы начальник кафедры профессор генерал-майор Сергей Алексеевич Куценко под его руководством был издан учебник военно-отексикология, радиобиология и медицинская защита, рекомендованная учебно-методическим объединением для студентов всех медицинских и фармацевтических вузов России. Автор фундаментального труда основы токсикологии. Умер в 55 лет. Видимо, непростая работа у токсиколога. А вот видите, современные источники химической травмы. Конечно, воздействие факторов, о которых мы говорили. Это пожары, дымы, аэрозоли. Вот применение инкопасситантов. Что это такое? А это вещества, водящие строя. Вот у нас демократии нет, поэтому мы никогда не применяем слезоточивый газ. А наши демократы, конечно, это у них, видимо, демократический газ. Вот это и называются инкопасситанты. Это, значит, получается, лукрематоры, стерниты, и, конечно, которые выводят из строя, так сказать, таким, скажем, ну, как, ЛСД, или все остальное, так сказать, вот, и другие вещи. Конечно, подражение агрессивными жидкостями, деферсионными ядами. Ну, и вот мы все время говорим о грязной бомбе. Были грязные бомбы? Да, были. Это наш Чернобыль, это Фукусима. А говорят, а Хиросима и Нагасаки? Нет. Там было такое сильное излучение, что оно сожгло все вот эти радионуклиды, и там этого не было. А в Чернобыле это было, и сейчас вот уже, правда, японцы говорят, только у русских, может быть, они ничего не знают, не понимают, но, как сказать, Бог их наказал, и получилось Фукусима. Конечно, заражение вот среды радионуклидами, радиотоксичность, конечно, инкорпорация радионуклидов, ну, и самое главное, вот сейчас там все закупают, как бы все говорят, что вот мы сейчас бомбу применим, конечно, мы ничего применять не можем, но они могут применить. Конечно, это вызовет вот инкорпорацию, поражение радионуклидами, но, видите, сейчас все закупают йод, так вот, есть риск отравления препаратами йода, это тоже надо иметь в виду. Ну, и, конечно, токсические вещества при пожаре, ну, понятно, угарный газ, все знают, оксид углерода, другие вещи, вот, тут они представлены, но самое главное, уважаемые коллеги, мы все, у нас есть миф такой, что фреон, это инертный газ, он включает тористый и бромистый водород. Люди умирают от этого фреона, надо это прекрасно понимать, а мы говорим, что это вообще необходимая вещь. Конечно, важнейшим элементом химической опасности является угроза применения химического оружия. Вот какие, видите, актуальные ОВ, нервопаралитического действия, зарин, заман, дегазы, общее ядовитого действия, синильная кислота, улучшающего действия, фазген, дефазген, кожанародного, иприт, льюизит, раздражающего действия, вот стерниты, видите, адамсид, другие, следоточивые укриматоры, хоросотофенон, и психотомиметический, меметический, бизет, допустим, вот это все, вот эти вот вещества, о которых я говорил, которые временно выводят устроен. Конвенция запрещения применения разработки и накопления химического оружия. Париж, 93-й год, подписали 150 государств, в том числе Россия. До 2006 года планировалось уничтожить запасы химического оружия на планете. Практически выпали только Россия и Сирия. Понимаете, мы всегда впереди планеты всей. Они говорят, ну русские такие наивные, они думали, что мы будем, они думали, что нужен мир на Украине. Нужно было подготовить Украину к войне. Другая ситуация. Так и здесь, понимаете? Вот. Конвенция является большим шагом вперед в избавлении человечества от угрозы массового истребления. Но, как показывает исторический опыт, договора едва ли смогут полностью устранить возможность применения химического оружия, о чем свидетельствуют события на Ближнем Востоке. Я вам показывал применение иприток в 2005 году. Кроме того, отравляющие веществами в годы государства не присоединившиеся конвенции. Вот они тут указаны. Конечно, таким образом, в 21 веке мировое сообщество еще далеко от всего уничтожения химического оружия. Украина не подписывала эту конвенцию. Есть ли у них химическое оружие? есть. А если нет, то дадут их друзья. Так что возможность применения химического оружия очень может быть. Во всяком случае, и с точки зрения обучения, и с точки зрения противогазов, и с точки зрения другого. Ну, что я могу сказать? Применяют. Применяют и будут применять. Конечно, видите, предпринимаются попытки преодоления этих конвенционных ограничений путем сферы использования, скажем, проширения сферы использования. ВИКС, допустим, кофубицин, это уже как бы не ВИКС, применение сиктицидов, мы их прекрасно знаем, все эти хлорофосы и прочее, а тут систокс, метамидорофос, выделение и разработки биотехнологии, получение токсинов различного происхождения, испытание конотоксинов в качестве обезболивающего средства, но и кроме того, и применять его против людей, террористический акт. Казалось бы, богословенная Япония, 1995 год, в Зарин применен, прямо в Токийском метро, приведший к поражению 5,5 тысяч человек. То есть, вы понимаете, с искаженным мировоззрением можно применить любое отравляющее вещество. Ну вот и Зарин, а что такое Зарин? Вот видите, Зарин, так сказать, конечно, он опасен и в жидком, и в парообразном виде, стойкий яд, представляет собой бессветную или желтого цвета жидкость, почти без запаха. Предназначен для заражения воздуха, может применяться в капельно-жидком виде, вызывает поражение через органы дыхания, живущих, кишечный тракт, калькутанна. Конечно, это такой очень сильный смертельный яд. Ну а заман аналогично действию Зарина, но более резко выражены кумулятивные свойства. И химическая травма заманом труднее подается терапии. Конечно, они все смертельные, они все очень опасные. А вот выикс, видите, тоже как бы очень серьезный, опасный яд. Ясно, что здесь надо от него защищаться, вызывает миоз, смертельная концентрация, предъявляющая через орган дыхание, видите, 0,001 миллиграмм на литр при экспозиции 10 минут. Смертельная концентрация при изобции через кожу 0,1 миллиграмм на килограмм. Конечно, надо от них защищаться и, скажем, противогазами, изолирующими средствами защиты и так далее, но вот сейчас мы посмотрим, что все-таки надо делать. Видите, какая антидотная терапия при проживании ФОВ? Антидот ПМ применяется только профилактически. Белексим удобен, допримен для госпитального этапа. Карбоксим при активаторах 11 раз 15% 1 мл внутримышечный. Значит, раствор атропина 0,1% 2,6 мл и более в режиме умеренной периотропинизации. И ВЛП показания симптоматическая терапия. А вот, уважаемые коллеги, видите, все время стреляют, видите, все разрушают, разрушают мирный объект. но в мирные объекты входят и производственные объекты. То есть, здесь, видите, может быть, скажем, разрушение определенных заводов, скажем, газораздражающего действия, видите, это аммиак, и хлор, и другие. Значит, видите, прямовырушающий, углекислый газ, конечно, метан, вот все мы знаем, все время события происходят в шахтах, газово-пишитоксического действия, цианиды, вот, ну и, конечно, моноксид или угарный газ, газы анестетического действия, даже известный нам знакис азота, тоже может применяться, вот. Ну, вот видите, острое поражение хором, резкое ржение в области глаз и верхних дыхательных путей, стеснение дыхания, надрывный мучительный кашек, одышка, вот, скрытый период, вроде, мнимого буковучия, но ухудшение уже через 2-4 часа, приступообразный кашель, одышка, цианоз, ну и в итоге развивается отек легких и витальный исход. Экстренная медицинская помощь, конечно, надо прекратить поступление в организм, надеть противогаз и вынести пострадавшую из-за щекопрозагрязнение, оксигенотерапия, теплое питье молоко с содой. В случае поражения капельно-жидким токсикантом нужно в экстренном порядке промокнуть платком жидкий яд с кожных покровов, затем промыть большим количеством воды с мылом 5-процентным содовым раствором, прорывание глаз 2-процентным раствором питьевой соды, при боли в глазах, декаин, спазм голосовой щели, тепло на углу шеи, подкожно-атропин, аммиак, видите, применяется в качестве хладагента, но тем не менее при взаимодействии с влагой воздуха образует нашатырный спирт, а при взаимодействии сметана образует синильную кислоту. Очень опасен, конечно. При ингаляции способен вызывать отек гортани с формированием бронхоспазма, токсического отека легких, средства индивидуальной защиты, конечно. Повязка, смоченная 5-процентным, уксусная лимонная кислота и противогаз, защитная. Монооксид углерода, угарный газ, концентрация при пожарах его достигает, так сказать, в десятки и сотни раз превышает предельную допустимую концентрацию. Ну а сейчас вот, где это так получается вот и как получается вот, сейчас же ведь идут боевые действия, они идут где? В помещениях. Стреляет человек из гранатомета. Как бы он выстрелил из гранатомета, один раз вроде ничего, второй раз уже стреляет хуже, третий еще хуже. Ты считаешь, что он получает, так сказать, какую-то там контузию, он просто, просто это химическая травма. Он отравлен монооксидом углерода. Надо это все понимать и надо знать, как это все делать. Симптомы, конечно, головные боли, головокружение, слабость, тошнота. Ну, конечно, здесь может быть боли в груди, нарушение сознания, судороги. Ну, как лечить? Лечить очень просто, в принципе. Поражение, видите, оксиоглерода. Что надо применить? Надо применить антидот, ацизол. Видите, ацизол по 60 миллиграмм два раза через час. Потом оксигенотерапия. Потом можно применять нормабарическую оксигенацию, гипербарическую оксигенацию. Вот. Ну, и, конечно, видите, здесь надо этих людей дальше смотреть, определять. Но, во всяком случае, во всяком случае можно спасти, в том числе при серьезном отравлении, применяя антидоты. Это все нужно делать на догоспитальном этапе, уважаемые коллеги. А кто будет делать? Мы с вами. Вы, в первую очередь. Конечно, вообще, вот, верим ингаляционную травму. Ясно, что нарушение функции внешнего дыхания. Что здесь возникает? Токсический отек легких, ларингоспазм, бронхоспазм. Токсический отек легких, вот, при всех этих веществах, о которых я вам говорил. Конечно, интубация трахеи, санация трахеи бронхиального дерева, ИВЛ, пеногасители, нитраты, эуфилин, преднизолон, до 450 миллиграмм в сутки, раствор соды, госпитализация в специализированный центр и трахеостомия, ИВЛ, бронхоспазм, аэрозоли, венталин, эуфилин, вот, скажем, артровент, оксигенотерапия, при сохранении бронхоспазма, интубация трахеи, ИВЛ. Уже госпитализация в специализированный центр. Но помощь надо оказать до всех этих вещей. Видите, метанол, вот, сейчас все говорят об этом, что вот люди травятся метанолом. метанол отнещить от этанола невозможно. Органолептически это невозможно. Ну, что получается? Где люди наши травятся? Ну, конечно, есть люди, которые действительно травятся по ошибке, еще как-то. А некоторые любят травиться, когда они едут в Турцию отдыхать. А там выдают виски. А виски купажируются метиловым спиртом. Он имеет более приятный вкус, чем метиловый. если передозировка, естественно, нарушение зрения или кома. Вот тебе, пожалуйста, как можно быть с метанолом? А как можно справиться? Справиться очень просто можно. Надо любую командировку брать с собой бутылку водки. метиловый алкоголь является антидотом против метилового. Что я вам сейчас и покажу. Видите? Вот, пожалуйста, неспецифическая терапия. Ну, там, конечно, лаважа, гемоденализ, но до всех этих вещей нужно что применять? Антидотная терапия. Этанол. А так, видите, что делает метанол? Ну, формальдегид, муравийная кислота, отравея нервную с оптикой, значит, естественно, и тяжелая почечная недостаточность острая, и слепота, и смерть. Ну, это можно все предупредить. Если, скажем, принять, даже внутрь можно принять, элементарно. Человек выпил, допустим, 50 грамм виски, и потом выпил, скажем, столько же водки, и он не ослепнет уже. Так что, это надо иметь в виду. Ну, и какие мероприятия медицинской защиты? Конечно, они, профилактические мероприятия, это назначение профилактических антидотов, проведение частичной санитарной обработки, лечебные мероприятия, проведение антидотов с самого взаимопомощи, назначение врачебных антидотов, и, конечно, санитарно-гигиенические мероприятия, ну, и здесь показано, видите, направление развития. Конечно, распределение потребностей в антидотных средствах на госпитальный этап 10%. Конечно, небольшая часть больных, о которых я вам говорил, требует применения немедленно. И медицинский персонал должен быть обеспечен необходимым количеством лекарственных препаратов антидота. На госпитальном этапе уже должно быть до 80%. Антидоты должны быть доступны, они не должны быть заблокированы на складе, и они вообще должны быть. А какие это антидоты? Вот тут показано, видите, антидотные средства. ФОФ, фосфорганические вещества или фосфорганические соединения, профилактика, вот видите, как я вам сказал, ПЕЛИКСИ, значит, П-10, лечение АФИН, ПЕЛИКСИН, ГИПЕРОКСИН, КАРБОКСИН, АТРОПИНОС, РУФАТ. Вещества раздражающего действия, хлоромиак, противодымная смесь, фицелин, синильная кислота цианида, антициан, амилонитрит, психотомиметики, амилостегмин, люизит и прит, унитил, видите, они взяли нашу нитиолу, назвали БАУ, британский антилюизит. Ну, у них всегда так, понимаете? Мы знаем, кто радиоизобрел, Попов, а кто запретентовал, Марковин. И так, постоянно так и делается. Мы сразу публикуем, сразу все, говорят, нет, это не очень хорошая публикация. Потом выходит нормально, что они уже все запретентовали. Вот, скажем, медги были на образователе, вот, у меня был случай, когда 42 человека были отравлены, ну, как бы, на вспомогательном судне, вот, там, гражданский персонал, повариха, которая плохо готовит, ну, она всегда плохо готовила, как бы, вот, не обращали внимания. А тут взяли и все стали вот такого цвета, как вот, вот эти, вот эти цвет, значит, этих слайдов. А когда им стали водить хромосфон, они стали вот такого цвета, как вот мой мундир. Естественно, они стали протестовать. Вот, ну, в общем, их там фиксировали, но, тем не менее, спасли всех. А что было? Значит, сказала, принеси соли. Помощник пошел и принес вертолетовую соли. Ну, где он ее взял, правда, но, тем не менее, отравились все. Вот, конечно, видите, хлорированные углеводороды, ацетилцистеин, опиаты, налоксон, бензодиазепины, флюмозенил, фокисовую рода, ацезол, ацезол, как мы говорили, дихоратан, видите, левомицетина, асупсонат, талий, ферроцианат, калия, соли, железо, дифероксамин, свинец, ртуть, тестоцин, кальций. Ну, и вот, видите, какие должны быть антидоты. Вот здесь, как бы, написано, что интернациональная программа химической защиты, по крайней мере, 21 антидот. Ну, или вот здесь антидоты представлены, видите, самые разные, ну, их надо иметь, но, а что говорят главврачи? Ну, как же, потом надо списывать, вот, а если отравленные будут, а не могут быть, надо все это иметь в виду на будущее. Вот некоторые антидоты, наши, видите, здесь, как бы, ИПП, вот, 11, индивидуальный противохимический пакет, вот, и ацедол, икропоксин, и другие. Ну, и, как бы, направление работы при риске химического левомопоучия, профилактическое, организационное и клиническое. Вот, конечно, это оказание медицинской помощи, при токсических поражениях, выявление терапии, состояние обусловленных химической травмой. Ну, и, как бы, вот, заключение, видите, оказание экстренной медицинской помощи на госпитальном этапе является необходимым видом медицинского пособия, без проведения которого дальнейшее лечение пострадавших может оказаться проблематичным. Следовательно, в организации мероприятий по диагностике и лечению острохимической травмы врачу общей практики принадлежит значительная роль. Да и любому врачу вне специальности, так сказать, хирург даже, невролог, он должен оказать помощь. Чаще всего, именно, врач общей практики оказывается на месте происшествия. И от его знаний, опыта и оперативности зависит жизнь и дальнейшая судьба пострадавших. Ну, и, как бы, вот, вот мы тут некоторые книги написали, видите, острое отравление и неотложная помощь, острая химическая травма, практикум по вопросам клинической токсикологии. Ну, и вот, видите, это наш военно-медицинский музей в Ленинграде. И здесь, как бы, кто там представлен? Генерал-лейтенант Кирогов, генерал-полковник Боткин, генерал-полковник Павлов, генерал-полковник Мурденко, ну, Соловьев, он был арморач, тоже, наверное, генерал-полковник. Ну, и все-таки правильно говорил Гомер, многих воителей стоит, один врачеватель искусный. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое. Сейчас мы посмотрим, почему-то у меня, Андрей, ничего не происходит. АПЛОДИСМЕНТЫ Полное надо нажать, нет? Нет, 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 сейчас. Нет, что, другое. Отключается. Все, значит, у нас сейчас идут обычно вопросы, да, я постараюсь прочитать. Так. Тут много поздравлений. Так, спасибо за лекцию. Петербург, Витебск, госпиталь Бурденко слушает нас. Там, ну, в эфире. У них там начальник госпиталь стал генералом. Я помню, когда я был начальником УЦИ, он у меня был майором. Ну, люди растут. Так что вот так. Так, Тула, Воронеж, Люберцы, что надо принимать для ослабления действия радиоактивных веществ? На кафедре фармакологии нам говорили, что таким действием обладает этиловый спирт в стадии бархатного опьянения. Бархатное опьянение – это какая концентрация и количество этилового спирта? Я думаю, что вас вводили в заблуждение. Этиловым спиртом лечить поражения радиологические нежелательно. Есть другие, скажем, средства, которым можно с этим бороться. Просто тема-то у нас не касается радиологических веществ, вещей, вернее. Хотя мы говорим о грязной бомбе, там все-таки чаще всего применяют препараты йода, но никак насчет бархатного опьянения. Это не наш менталитет. Ну, Андрей Иванович, мне всегда тоже говорил, что для того, чтобы у тебя радиация немножечко, чуть-чуть, нужно быть не в бархатном опьянении, а в состоянии полного опьянения. И до того, как это все произошло. Потом это уже все никак не работает. Так, военным, имеющим средства защиты, помощь понятна. А как быть мирному населению при внезапном применении химического оружия, когда массовое поражение, а средств оказания помощи под рукой нет, специализированную помощь не может быть оказана очень быстро? Я вас уверяю, что это все отработано. У нас есть ФМБА, которая прекрасно этим занимается. У ФМБА есть, скажем, центры лечения отравлений даже с точки зрения такой, хотя у нас есть институт Клифосовского, где занимаются лечением этих отравлений. Но еще раз говорю, что это все отрабатывается на, так сказать, высоком уровне с точки зрения того, как именно помочь населению в данной ситуации. То есть это все в принципе есть. Есть и антидоты, есть и другие вещи. Ну, все зависит от того, когда придет команда. Она придет и будет все отработано. Ох! Ну, что делать? Что имеем, то имеем. В течение какого срока надо применять раствор соды, какой концентрации и количеств, чтобы избежать токсического повреждения зрения, в частности, потери? Ну, вы понимаете, конечно, сода не спасет, если это отравление метанолом. Конечно, здесь надо, вот в данной ситуации, надо применять этиловый спирт. Его можно применять, конечно же, в стационаре, тогда нужно применять 30% спирт, и его, скажем, можно капать и применять. То есть это абсолютно проверенный антидот. Это факт. Ну, тут продолжается, по-видимому, тот же вопрос про метиловый спирт. Какие бета-блокаторы являются антидотом при поражении к каким веществам? Бета-блокаторы? Ну, как бы, бета-блокаторы обычно что-то блокируют, поэтому, как бы, лучше их не применять в качестве антидотов. Хотя есть разные подходы. Сейчас, во всяком случае, бета-блокаторы как-то потихонечку вытесняют караксан, его бродин. И он, как бы, может применяться и вместе, и до, во всяком случае, надежда на него есть. А вот насчет бета-блокаторов, конечно, тут... Как антидотов. Да, как антидотов, да. Так. Ну, больше что-то я не вижу. Вопросов в сети. Может, аудитории есть. Может быть, аудитории давайте. Пока. Да, конечно. Владимир Борисович, вот сейчас у нас прошла эпидемия новой королевы инфекции. Владимир Борисович, пожалуйста, сюда. Вопросы я буду повторять, потому что здесь не слышно. О, слышно. Я у нас извиню, в этой эпидемии в новой королеве инфекции просто в основном, в понятиях, в том позициях. Вы, как врачи, знаете, что такое, это эпидемия комедии в истории. Михаилов. Скажите, Павел, ваше отношение к приотравлению визнение, на то, что есть, на веке, что-то вынесло. В этой эпидемии это означает ничего нет. Вот привезли вам человека, привезли вам отравленных, отравленных, ничего в руку нет. Как вы говорите, стоит, используя эту позицию и не стоит. Спасибо. Я повторю, чтобы было слышно. Значит, вопрос поражения ядами легких и возможность использования пронпозиции, с которой познакомились мы во время ковидного эпизода, скажем так. До ковида нас все учили, я переведу с русского на русский, учили вставлять трубочку и делать ИВЛ. Уже при гриппе H1N1 было понятно, что это не работает. И вдруг заработала пронпозиция. Как ваши отношения? Ну, я хочу сказать... Да. Значит, уважаемые коллеги, конечно, когда мы имеем дело с серьезным поражением легких, особенно при ковиде, и большие поражения, конечно, мы используем ИКМО, экстракорпоральную мембранную оксигенацию. Но мой опыт говорит о том, я все-таки действие был начальником в реанимации инстинкт терапии, что если больных не интубировать, они выживут. Понимаете, если им не делать никаких манипуляций, тоже. Поэтому я... ну что же вы сегодня такое говорите-то против всей медицины? Ну, что делать? Я могу сказать, почему мы, так сказать, выиграли Великую Отечественную войну. Потому что у нас не было индуляционного наркоза. Потому что мы не выключали кору больших паушарий. Мы делали что? Мы делали по Вишневскому различные, так сказать, блокады, делали различную анестезию и так далее, и так далее. Выключать кору это опасно. И переводить человека на ВЛ, потом, во-первых, с ВЛ не снять. Вот. Поэтому, конечно, надо стремиться и, конечно, должна быть серьезная оксиденотерапия, все должно быть серьезно. Но при этом надо помнить, что самый главный, кто все делает, это человеческий организм. Это саморегулирующая система. У него есть система энтропии. Понимаете, если помогать организму, человек выздоравливает, если мы пытаемся организм задавить, то и человека задает. Поэтому надо очень аккуратно относиться ко всем, скажем, манипуляциям. Вот. Ну, может быть, я не совсем так ответил на ваш вопрос, но вот я так считаю. Нет, ну, по-моему, вполне, да? Вы удовлетворены таким ответом? Спасибо. Еще кто-то вопрос задал, да? Да, пожалуйста. А противогазы насколько эффективны противогазы? Насколько эффективны противогазы? Они самые эффективные, понимаете? Есть ситуация такая, когда, скажем, немцы применили отравляющие вещества, и у нас погибло очень много людей. Большое спасибо академику Зелинскому и инженеру Куманту, которые создали вот этот противогаз. И он, конечно, спасал тогда и сейчас спасает, но у нас еще и изолирующие противогазы, есть другие противогазы. То есть все это отработано, только нужно, так сказать, все это чтобы применялось под руководством опытных специалистов. И, в общем, это все нужно отрабатывать, естественно, не тогда, когда люди сжарены в петух, а заранее. Вот у нас всегда, помните, была система ОМП, оружие массового поражения. Сейчас от этого ушли, а с кем вы будете воевать, а зачем вам это надо и так далее. Ну, видите, с нами уже весь мир воюет. И то, что они, конечно, могут применить отравляющие вещества, без сомнений. Вы вспомните Великую Отечественную войну. Гитлер испугался применить отравляющие вещества, но все ходили с противогазом. Может, поэтому и испугался. Так что противогазы необходимы. А, кстати, а сейчас носят противогазы на фронте? У нас сейчас носят. Потому что они стали носить и мы стали носить. Аж когда картинки показывают, противогазы я не вижу. Ну, что делать? Можно сказать, Петр Алексеевич у нас все знает лучше. У него сын там доброволец. Недавно на поборку прибыл. Так, еще вопрос, кто-то там вот сзади руку поднимал. Друзья, давайте еще вопросы. Ну, на самом деле у всех, я думаю, один вопрос в голове. А где все это? Мы мирные люди, но наш бронепоезд, понятно. Но вот где наш бронепоезд-то? Вы уверены, что у нас есть противогазы, у которых нет дырки в этой гофрированной трубке от старости высохшей и превратившейся уже в ассоциации? Мы понимаем ну, давайте я буду задавать вопросы, комментарии потом вы можете высказать. Что я могу сказать? Конечно, мы все время работаем над ошибками. Такое впечатление, что, так сказать, не враг разрушал... Тихо, тихо, друзья мои, ну, пожалуйста. Не враг разрушал всю нашу медицину, в том числе и военную, и профилактическую, и другую. Ну, все началось с того, что было 20 тысяч военных врачей, сократили до 4. Понимаете? А в отношении противогазов и всего остального у нас было все четко отработано. У нас были кадрированные дивизии. Вот, скажем, любой человек, который закончил службу, он знал, что он придет в дивизию, значит, там есть его противогаз, который он смотрел и наблюдал, там есть его автомат, там есть его, так сказать, вещевой мешок, и там есть все его снаряжение. К сожалению, мы сейчас над этим очень активно работаем, но, как всегда, вот, ну, что сказать, что имеем, не храним, потерявший плач. Такая ситуация, к сожалению. Но, во всяком случае, все это нарабатывается, отрабатывается и делается, учения проводятся такие серьезные. Так что, конечно, поэтому и мы сегодня эту лекцию проводим, чтобы мы как-то проснулись и понимали, что все это может быть и нужно к этому быть готовым. Еще вопросы? Что можно использовать в быту? Что можно использовать в быту, если нет противогаза? Ну, давайте по-другому. Противогаза нет ни у кого. Ну, понятно. Да, так, по большому счету. Ну, уважаемые коллеги, все это делали. Вот там, когда мы смотрели с вами отравленных иностранцев, они все пытались прикладывать смоченные, смоченные повязки, смоченные там всякие вещи. Конечно, я думаю, что до этого дело не дойдет. И если такая ситуация будет, все-таки разведка должна работать, я думаю, что у всех у нас будут противогазы. Потому что взять Великую Отечественную войну, практически у всех, взять, допустим, тот же блокадный Ленинград, все Ленинградцы сходили с противогазом. Ну, лишь не говоря о всей армии, которая ходила с противогазом. Так что, я думаю, что это все, эти всем занимаются и как бы все это, если будет такая команда, значит, все получат то, что нужно. Какие случаются у вас? Ну, это выше моей. Ковид, да, это Владимир Борисович. На что? Ковид, ковид, говорит, начался, масок не было. Ковид и маски это две совместные, они же не нужны при ковиде. Ну, что он рассказывает? Даже никому не помогают. А? Нет, еще раз, маски при ковиде бессмысленные. Это же чистый бизнес, ну, о чем вы говорите? Конечно, вирус через эту маску проходит элементарно, даже без вопроса. Какой бы она ни была от общины. Так, кроме препаратов йода, какими еще средствами надо запастить при применении грязной бомбы? Какие препараты йода и дозировка используются? Ну, я должен сказать, что, конечно, здесь должен быть очень разумный подход. Я уже говорил о возможности передозировки. конечно, скажем, вызвать йодную интоксикацию совершенно не нужно. Конечно, есть у нас аптечки, где есть, скажем, препараты, которые позволяют все это сделать. Ну, в любой аптечке это все есть. Аптечки, которые у нас применяются, там, антирадиционные средства, там, другие средства и так далее, и так далее. Их не очень, скажем, афишируют, но они имеются и такие аптечки будут розданы при необходимости. Так, еще какие-нибудь вопросы? Так, ну, тогда я попрошу, может быть, вы два слова скажете в качестве комментария, раз уж вас назвали. Павел Костеевич, конечно. Да. Присаживайтесь тогда. Ну, хорошо. Глубоко уважаемые коллеги, я думаю, что нам надо поблагодарить Владимира Борисовича за чудесную лекцию. Она, короче, чем хороша? Вообще-то она длится, она длится, ну, приблизительно три с половиной часа. И когда лектор излагает за один час такой объем, многие вещи оказываются, скажем, прозапас в кармане. А вот, ну, что надо сказать, что профессору Сладееву я когда-то сдавал экзамен. Вот. И было это, было это, во-первых, очень трудно, но очень интересно. То есть, сама идея вот токсикологического образования отдельного, она совершенно актуальна, потому что сюда входят совершенно великолепные разделы физиологии, подфизиологии, великолепные разделы фармакологии. Вот. Очень интересно, вот по поводу противогазов, кстати. Противогазы были у всех. Вот. Я, когда окончал Анисусскую академию, мы даже кросс бегали в противогазах. Признаться, это было очень трудно. Вот. И, как говорят, полуха сунул я в карман нагрудный, то есть, мы откручивали, значит, вот эти вот самые шланги. Поэтому, Павел Андреевич, когда Вы говорите, есть ли дырка в этой трубе, дырка должна быть обязательной. А эта дырка, как на флейте, иначе Вы просто в противогазе погибнете. Вот это надо знать. То есть, вот это, кажется, вот отдел противогаза. Вот хотите ознакомиться с противогазами вообще? Посмотрите, совершенно великолепный фильм «Золотой теленок» швейцера. Там, когда происходит химическая атака, и когда, значит, бедного Бен Бендера одевают в противогаз и уносят, значит, на носилках. То есть, вот эти иллюзии в обществе, в армии, среди врачей, они должны быть, ну, скажем, не так велики. Потому что настоящий УХ, если Вы обратили внимание, концентрация 0,1 миллиграмм на килограмм. То есть, это ужасное убийственное оружие. Вот. И тут, к сожалению, никакие противогазы, через кожное поступление, никакие противогазы-то здесь и не помогут. Вот. Именно поэтому надо поблагодарить нашего докладчика, что он обратил внимание аудитории, большой аудитории, что этой проблемой надо заниматься. Потому что нас уже травят дихлофосом обычным, большим. Вот этими, казалось бы, вот вейпы, допустим, но ведь Вы добавьте туда пустяк, да? И что? Диэтиламид лизергиновой кислоты. Вот. А побрызгать можно, как из этого, на эти штуки, просто одного брызга хватит. И у Вас все эти люди, они просто будут абсолютно внушаемы. Это можно сделать зомби и почти из любого человека. Ненадолго, на час-полтора поставить задачу, поставить задачу, он выполнит, а потом наступает амнезия. Он ничего не помнит. Вот. Эти вопросы даже по телевидению сейчас показывают. Вот. Ну, наши антагонисты, скажем, вот в последнем конфликте на Украине, они же не боли не чувствуют ничего. Почему? Это химическое оружие, но использовано на своих солдатах. Вот в чем дело. Поэтому проблема, я думаю, исключительно серьезная. Спасибо, Владимир Борисович, великолепный доклад. Спасибо. Так, еще кто-то хочет сказать? Нет? Ну, тогда я позволю себе сделать короткое заключение. Я, конечно, далек от химического оружия, от токсикологии, хотя, как все, наверное, не очень далек. Что-то мне пришлось тоже в чем-то принимать участие, в частности, в чернобыльской катастрофе. И тут всегда возникает вопрос про йод. На самом деле, йоду можно просто помазать кожей. Это достаточно, чтобы заблокировать щитовидную железу. Не надо никаких таблеток принимать, более чем. И через кожу много не всосется, поэтому интоксикации не будет. Но, действительно, йоду можно добиться ровно противоположного эффекта. Кроме того, просто опять, чтобы все знали, при грязной бомбе будут поражаться дети. Взрослые почти не восприимчивы к йоду радиоактивному. Я, пожалуй, единственный человек в мире, кто проводил, кто имеет, точнее, результаты сечей на щитовидной железе после Чернобыля. Все результаты у нас были как-то, мягко скажем, уничтожены. Я нашел случайно в подвале черновики исследований и выдавал много лет справки людям о том, какие дозы радиоактивного йода у них были на щитовидной железе. Там были семьи, у нас через больницу проходили семьи, поэтому очень четко видно. У детей огромные дозы, а у взрослых, ну, в общем, сопоставимо с фоном. Вот, поэтому тоже не очень надо передозировать йод, я тут совершенно согласен, это немножко может быть неприятно. Но сегодняшняя задача на самом деле, сегодняшнего доклада, да, и просьба моей к Владимир Борисовичу была в том, чтобы, ну, как-то обозначиться, ребята, друзья мои, у нас же ничего нету. Я про дырку в трубе спросил не просто так, я понимаю, что она высохла и просто сломалась, лежа на складах, на тех складах, которые мы храним, там, не знаю, в 40-х годах в кадрированных частях. А кадрированные части-то у нас вообще есть еще? Как придется, мы сократили все. Вместе я-то там был в этой кадрированной части, когда студентам мы были, да, там все было, лежали склады, все, все, но все же это исчезло. И сейчас за пять, там, минут, за год мы этого не восстановим, это огромные все вещи. И нам об этом никто не говорит, мы ничего об этом не знаем, мы все, вдруг прилетает какая-то ракета куда-то в Саратов. Ну как это так? Ракета выясняется советская. А где система ПВО? Оказывается, мы сняли с вооружения эту систему ПВО против этих, ту, летящих. Я должен отметить, понимаете, летит наш Орион, все его принимают за наш. Понимаете, вот этот беспилотник за наш, а наш же Орион летит. А вот сигнала свой-чужой, к сожалению, нет. Вот это все сейчас вводится, как всегда. Но чуть-чуть позже. У меня ваша фраза о том, что мы учимся на ошибках, честно говоря, сразила, потому что, ну сколько же можно совершать ошибки, ну что ж мы, ничего не можем вообще предугадать. Вот. Поэтому я бы хотел вот этим, сегодня этим выступлением закончить этот год именно с точки зрения, что давайте все-таки начинать думать чуть-чуть вперед. Мы не самая плохая страна, мы не самая худшая страна, мы сильно продвинутая страна, ведь от нас идет очень много в этом мире, но мы почему-то это все пытаемся забыть, или нам делают так, чтобы мы все это забыли, и ну вот то, что случилось, то случилось сегодня. Мы в этом все оказались. Кто-то, кому-то не нравится, кому-то там, не знаю, ну, наверное, никому не нравится, я не знаю, кому это все нравится, но тем не менее, кто-то понимает, что происходит, кто-то не понимает, но ведь это происходит, и каждый из нас может оказаться завтра вовлеченным во всю эту историю. Я уж не говорю про бытовые проблемы, которые действительно возникают сплошь и рядом, и люди отравляются не только угарным газом, но травятся еще и типа фазгена, что-то, потому что пластик-то горит с выделением боевых токсических веществ, да, пенопласт, которым дома у нас уделаны. Я помню, когда сгорели поезда в Аше, помните, такой был взрыв поездов в Аше, газа в Аше, да, когда два поезда вошли в газовое облако, загорелись. Уфа. Ош, станция Аша, это Уфа, да, это под Уфой, но станция Аша называлась. Ну, я тоже там был, поэтому я тоже это могу сказать из личных наблюдений, там на концов недели те, кто был более-менее сохранен, молодые ребята, которые спасали, залезали в этот горящий поезд, вытаскивали людей, у них у всех кончился сурфактант. И они все погибли от поражения легких. Но тогда сурфактанта не было, потому что они отравились вот этим вот пластиком горящим. Вроде бы ничего особенного. Может быть, кстати говоря, если бы они хотя бы платок, я не знаю, спасло ли бы это их или нет, но ведь это... Ну, 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 там не было какие же там, это же тайга, среди тайги. Вот, но просто это все надо как-то знать врачам, всем врачам. Это не может быть изолированные токсикологи, которые где-то сидят там в ФМБА. Каждый врач это должен знать. И вот я хочу, чтобы этот призыв сегодняшний наш, этой лекции, этого выступления был врачами услышан и распространен. А вам, конечно, огромное спасибо за доклад, за память Боткина. Это отдельный разговор, вы большой любитель этой семьи, я знаю. Вот, но всем с Новым годом, всем я надеюсь, что будет у нас все-таки хорошо, все сложится, хорошо. Можно я тогда скажу? Да, конечно. Уважаемые коллеги, вот, вот это наша работа на обществе, говорят, она там во второй поле дня, но раньше, допустим, когда вот мы были, когда мы, у нас были такие руководители, говорили, а что там на обществе было? А вы были или нет? Понимаете? И эта аудитория была заполнена полностью. Сейчас, конечно, у нас 35 человек, это тоже вроде бы неплохо, но тем не менее, уважаемые коллеги, надо понимать, что это необходимо. Конечно, ковид, и все перешли, так сказать, на систему онлайн, и все прочее, но вот это общение, общение друг с другом, общение с материалом, общение, скажем, как бы, вот, в плане того, что мы должны читать книги, в первую очередь, не только смотреть все в интернете и так далее, хотя это тоже немаловажно, но все-таки, уважаемые коллеги, надо учить, потому что, я еще раз говорю, я не случайно, не случайно, как бы, вот, привел вот эту связь времен, так сказать, от мудрого до Комарова, я задал вопрос на лекции, слушайте, не знаю, кто такой генерал по кону Комарову, геройства суда, так сказать, академик, заслуженный дед науки, главный терапевт и начальник целого мула нашей страны, а ведь, когда был Чернобыль, вот только Андрей Иванович и Федор Иванович и Евгений Евгеньевич они в ситуацию спасли, понимаете, тогда тоже мало кто чего знал и тоже никто не понимал, что это такое, некоторые там ходили, что там, подумаешь, ничего не видно, а потом вот эти все наши генералы, все их мы возили на Сич, так сказать, вот туда, все это было в 6 больнице, тогда еще институты биофизики и так далее, и так далее, то есть много людей пострадало именно потому, что они не были информированы, не понимая, что такое скрытая опасность, лучевая опасность, любая другая опасность, она тоже скрытая, но тем не менее, этим надо заниматься, не случайно сейчас центральный, то есть главный орган медицинского управления ввело программу обучения опять оружию массового поражения и защиты от него, это очень важно, так что мне хотелось поблагодарить всех присутствующих, поздравить с наступающим Новым годом, пожелать всем здоровья, счастья, добра, всего самого наилучшего, спасибо большое. Спасибо. Больше ста человек, больше. Больше ста человек в эфире еще. Тут 35, еще стоишь хорошо.